Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос снова возник о температурных режимах бани, о кондициях бани и какие кондиции должны быть, что называется банными кондициями, что не банными кондициями. Ну, давайте сразу заглянем немножко в историю. Баня раньше была однокамерная, одно помещение, одно строение, и в этом строении происходило все действие. Понятное дело, там были мягкие, приятные режимы, которые мог бы переносить человек на протяжении всего периода нахождения в бане. Это пока он там и мылся, и парился, или там другие какие дела делал, но самое главное, что это были приятные режимы и хорошие кондиции. Мы отлично понимаем, что существуют температуры, при которых человек ощущает, что ему как бы прохладно. Вот некоторые приводят пример, что у меня там, я в Сибири, у меня сейчас минус 35, и ваши там рекомендованные 40-60 для нас неприемлемы. Ну, неприемлемо по самой простой причине, что это разговор, если будет вестись о сухой бане. Сухая баня имеется в виду те саунные режимы, которые хочет человек делать или вынужден делать. Почему я говорю вынужден делать? Если оборудование у человека не позволяет получать паровые режимы на низких температурах, это 40-60 градусов, понятное дело, он будет продолжать топить свою печь, пока у него каменка, или что у него сделано, ну, в основном каменка не созреет до получения пара, чтобы каменка хотя бы была, ну, хотя бы 300 градусов. А за это время в парном помещении основная масса печей даст температуру далеко за 80 градусов. И основные печи, стальные, именно на это и способны, если они не созданы для режима, банного режима. Почему мы говорим, что печи с парогенератором позволяют получать паровые режимы еще на ранних стадиях прогрева помещения. И 40 градусов прогрева помещения нам уже для печей с парогенератором достаточно, для того, чтобы мы могли начинать применять паровые режимы. И в этом вот пару, в этом, как говорится, кондициях, когда мы можем даже выдержать 40 градусов температура, 70 процентов влажности. Это будет очень сильный по ощущениям, сильный будет по ощущениям жар. И на таких режимах можно великолепно прогреваться, кто бы что ни говорил. Потому что, если человек не пробовал этого, он будет, конечно, утверждать, что этого невозможно. И меньше 100 градусов он не может париться. Но, понятное дело, в 100 градусов нагретого помещения у человека реально, как говорится, начнут его прогревать. Вопрос, будет ли он париться. И сколько он будет находиться в парном помещении. Если он зашел на 5 минут и вышел, и остальное время он находится в предбаннике, конечно, он будет заявлять, дайте мне в предбаннике, чтобы у меня в предбаннике было 40 или там 30 градусов. А в парной 100. Вот это будет баня. Потому что человек других кондиций просто не пробовал. Поэтому мы давайте разделим. Значит, существующие режимы, которые мы сейчас называем саунными, высокотемпературные, больше 80 градусов, это одно. И мы их называем там высокотемпературные, сухие, саунные. Баня, как говорится, сухая без применения пара. Или там с применением пара, ну не знаю, кто выдержит этот пар. Но там всегда ограничивают, что там 10% пара влажности. Это совсем одно по сравнению с той русской паровой баней, которая, как говорится, веками, которая веками была у нас здесь, на Руси. Которая пользуется по сей день спросом. И по сей день люди получают паровые режимы. И если вы знаете, что до сих пор существуют так называемые мытейные бани. Где люди великолепно в 40 градусах, даже 30 градусах они моются. И, соответственно, парятся. Потому что в такой температуре, без определенной влажности, человек просто замерзнет. Поэтому ему нужна реально, как говорится, большая влажность при температуре, допустим, 40 до 40 градусов. Это все возможно. Поэтому мы и говорим. Партись, попробуйте попариться при 40, при 50, при 60 градусах. Но вы можете это сделать только в том случае, если у вас есть реальный нагрев парогенератора, который у вас есть. А может быть, он вас и не способен выдать. Тогда вы не сможете попробовать эти кондиции. Но если вы уже заявляете о том, что, как говорится, для вас вот только 100 градусов кондиции хороши, то тогда не надо лезть со своими советами. Вы приняли для себя это, 100 градусов, вот и забавляйтесь там, как хотите. Но не лезьте с советами, какая баня должна быть при 100 градусах. Это ваше дело. Мы же используем ту баню, которая является лечебной, восстановительной, очистительной. И она не может быть более 60-70 градусов. Ну, некоторым нравится 70. Есть люди, как вы заявляете, вам 100 градусов нравится. Некоторым нравится 70 градусов при влажности, допустим, 40%. Ну, тоже реально. Но основная масса людей, которые имеют проблемы с давлением, там различные другие ограничения, для них 40, 50, 60 градусов это самый оптимальный режим. И если кто не пробовал, не надо даже спорить. Вы будете спорить ни о чем. Спор ни о чем, это пустая трата времени. И об этом мы постоянно говорим у нас на видео. Если вы подписаны на наш канал, вы можете отслеживать вот эти вопросы реально. И смотреть, как мы преподносим это. Мы вообще преподносим это без какого-то опломба, без какого-то давления на вас. Не собираемся даже, как говорится, сильно заниматься пропагандой именно вот этого, а не другого. Мы просто рассказываем о преимуществах этих методов, этих кондиций, этих режимов. Поэтому, хотите быть в курсе дела, подписывайтесь на канал. Все вам доброго.